Приветствую вас. Для начала я бы вам порекомендовал бы, наверное, изучить треугольник Карпана, вот. Значит, чтобы увидеть себя в нем, чтобы увидеть себя в треугольнике, вот. И получше исследовать и изучить именно ту позицию, которую вы занимаетесь сейчас в отношениях, вот. Это первое. Первое и очень важное, на что вам следует обратить свое внимание. Дальше. Зависит, что и как поменять, да, ответ на этот вопрос зависит от того, что вы хотите поменять. Потому что, если у вас нет, к примеру, четкой, четкой цели, если вы не имеете, не имеете четкой, четкой цели, и не видите для себя ориентира, куда можно двигаться, к примеру. Вот. То, ну, в таком случае, наверное, вам будет очень сложно выработать для себя какую-то более-менее устойчивую историю, при которой вы могли бы что-то сделать. Вот. Что касается вашего мужа, то да, он лицемер, хотя лицемерие, мне кажется, требует более высокого уровня интеллекта, чем у описываемого вами поведения. Вот. То есть я не хочу сказать, что ваш муж не интеллектуален, или я не хочу сказать, что он, ну, обязательно низко интеллектуален. Я не хочу ни в коем случае сказать так. Вот. Но мне кажется, мне кажется, все-таки, все-таки, мне кажется, что человек, которого можно было бы назвать лицемером, да, он должен обладать, ну, такой, более, ну, более интеллектуальным поведением. Не таким поведением, какой демонстрирует ваш супруг. Вот. Поэтому, на мой взгляд, я бы, ну, я бы не назвал вашего мужа именно лицемером, да, я бы назвал вашего мужа все-таки, ну, по-другому как-нибудь. Вот. Например, я назвал бы его очень неуверенным в себе человеком, допустим, потому что он, ну, по сути, вот то, что он делает, он пытается за ваш счет, да, утвердиться, пытается за ваш счет поднять свою самооценку, и самое главное, что вы, наверное, ему позволяете, по сути, это делать, ну, а, типа, почему нет, да, наверное. Вот. Поэтому, эм, вся история здесь заключается в том, что вы хотите. То есть, если вы хотите, чтобы все это закончилось, ну, давайте что-то делать для того, чтобы все это закончилось. То есть, что муж сам не изменится, эээ, он не станет вести себя по-другому, он не будет вести себя по-другому, эээ, я даже больше скажу, он не может вести себя по-другому, вот. И если вы, как, ну, 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 вот, вы говорите, что вы зависимы от него, ну, так, вот, давайте, для начала, ээээ, рассмотрим, ээээ, возможность снять этой зависимости вашей, эээ, чтобы ее не было, вот. Тогда получается, что вы, ну, он это делает, потому что знает, что вы зависимы, а вы своей зависимостью от него финансовое такое впечатление, что делать ничего не хотите. Вот. Ну, вы можете, эээ, сказать, конечно, что-то вроде того, что я не могу, у меня нет таких ресурсов, эээ, вот, и прочее, прочее, прочее. А, а, не то, чтобы я вам не верил, не то, чтобы я вам не верил, эээ, я вам, эээ, я верю вам, я верю вам, эээ, вот. Такая вот остальность, так что, здесь вопрос, вот, ну, в большей степени к вам, здесь вопрос в большей степени к вам, значит, ну, на что вы готовы, вот, что вы готовы сделать, да? Вот, ну, что вы готовы сделать в этой ситуации всей, вот, вот такая вот примерно история. А если готовы, да, если вы готовы, ну, в таком случае почему бы и нет, а можно и нужно это все, как бы, ну, реализовать, вот. Если не готовы, например, да, если не готовы, допустим, опять же, то, в таком случае, а, ну, возникает вопрос, а, что вы хотите от нас, от психолога? Вот. Ну, примерно так. Так что, вот я вам рекомендую изучить треугольник Карпмана, вот, сперва изучить треугольник Карпмана, и посмотреть, вот, согласитесь ли вы с тем, да, как он, например, вас описывает, ваша, ну, вот, ваша роль, ваше состояние, ну, вот, как раз, в отношениях. Вот. Если согласны, ну, с описанием, допустим, ну, в таком случае можно будет работать, если вы, если вы признаетесь, вот. Ну, надо сказать, что одного признания только мало, в том смысле, что, ну, как бы, одно признание дело не решит. Если вы признаете, то нужно и понять в таком случае, что, блин, я однажды, наверное, что-то не так делал, получается. Вот. Так что, опять же, вопрос. Готовы ли вы что-то менять в своей жизни? Вот. Готовы ли вы менять, именно менять, сами. Понимаете, какая штука. Если готовы, мы вам поможем, конечно. А вот, если не готовы, то в таком случае, я полагаю, Ну, ваш вопрос к психологу остаётся непонятным, остаётся неясным, вот, остаётся неясным, чего вы хотите. Понимаете, какая штука, а вот примерно так, примерно такая история, я думаю, вот, примерно так можно ответить вам на вопрос, на ваш, вот, который вы задаёт. Я надеюсь, что он вам это поможет, и если вам понравился мой ответ, я буду вам благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Прошедший баф правильным, кстати говоря. Посталю. Прошедший баф правильным.